МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! На телеканале НИКТВ новости. В студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Прогулка закончилась переломом. В Калуге подросток пострадал от упавшего пандуса. Встреча будущих коллег. Московские студенты показали свой дипломный спектакль калужским щукинцам. Ушли в заплыв. Калужские пловцы уже завоевали 4 медали на чемпионате ЦФО. Выполнится соглашение, санкции отменятся. Лидеры Евросоюза в конце октября обсудят отмену экономических ограничений против России, введенных из-за ситуации на Украине. Решение о пересмотре санкций будет приниматься на основе выполнения мирных соглашений по регулированию украинского кризиса, достигнутых в Минске. По словам руководителя представительства Европейского союза в России Вигаудоса Ушацкаса, цитата, на основе этих конкретных результатов, на основе выполнения минских решений, мы будем принимать решения о возможном частичном или полном отзыве санкций. Самое главное, чтобы был прогресс по стабилизации ситуации. Модный ответ – санкциям нет. Известная всероссийская акция дошла и до Калуги. Завтра на площади Старый Торг в 12 часов каждый желающий сможет обменять свою футболку с иностранной символикой на новую патриотичную. Резня по-воротынски. Жительница Калуги едва не зарезала сестру-близнеца. После застолья одна из них заснула на диване вместе с племянницей и, видимо, во сне придавила ребенку руку. Проснувшись, девочка пожаловалась матери на боль в руке. Та, в свою очередь, отругала родственницу. Мать девочки отругала женщину. После того, как она ее отругала, она отправилась на кухню. Вскоре сестра пришла к ней на кухню, и между ними завязалась серьезная ссора. В ходе этой ссоры одна из сестер взяла лежащий на столе нож и три раза ударила свою сестру в живот, причинив ей проникающее ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов. Потерпевшая была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. Строительная ошибка едва не привела к трагедии. На правом берегу некачественно сделанный пандус упал на подростка. И, как убедился Андрей Хорошавин, это не единственная опасность двора, где проживает пострадавший мальчик. Вместо физкультуры в школе Влад учится управляться с костылями. За несколько дней он уже свыкся с ними. Заполучил же их в свой арсенал, когда вместе с друзьями играли во дворе дома. По злой иронии судьбы приспособление для инвалидов чуть не покалечило Влада. Буквально 20 минут прошло, как он вышел на улицу. Ребята здесь бегали в догонялки играли. Он подошел к ним, встал, где-то вот здесь стоял. Ну уж не знаю, как там что случилось, он упал, ну прям на ногу. Мы сейчас позвонили в домах, он попал, и попал, и попал. Пять недель буду в этом гипсе. Кости вправили, гипс наложили. Теперь остается только ждать выздоровления. А пандус уже закрепили. Хотя польза от него, в принципе, весьма сомнительна. По идее, пандус создается, чтобы помочь инвалиду подняться. Но здесь, как видим, он недоделан. И приходится преодолевать вот такую преграду. Да и сам двор, как минное поле. Чуть ли не везде детей подстригают опасности. Та же самая щебенка, которая рассыпана по всему двору. Ребенок также может бежать, бежать, потокнуться и упасть. Также может быть перелом. Качели были просто не закреплены. Ребенок садился на них, вместе с качелями падал. Понять, кто отвечает за происходящее во дворе этого дома, сложно. Здесь хозяйствовали уже две управляющие компании. Нынешняя уверяет, устранять недочеты должен по большей части сам застройщик. Ведь проблемы возникли еще с момента сдачи дома в эксплуатацию. Застройщикам гарантийный срок на обслуживание конструктива здания 5 лет. И вот как раз вот это ограждение как раз входит в конструктив здания. Я обращалась к застройщику за технической документацией, поскольку правдом нам ничего не передал. Поэтому именно на эти ограждения хотела посмотреть, кто является поставщиком. Потому что там должна быть просчитана, в зависимости от нагрузки, глубина залегания в бетон. То есть технической вот этой документации я у них не нашла, кто работал именно с заводом-изготовителем. Но я спросила в конструкции на русском отделе, если замечания были прежние управляющие компании, были ли они вообще поставщику. Мне сказали, что такой информации у них нет. Как оказывается, этот дом уже не впервые обращает на себя внимание правоохранительных органов. Так, в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора, который подписал акт о приеме, документы о приеме этого дома в эксплуатацию, в то время как системы жизнеобеспечения, как отопление, лифты и другие энергообеспечения не были подключены в данном доме. Сейчас это дело находится в районном суде. А по поводу упавшего пандуса пока проводится доследственная проверка. Будет ли возбуждено уголовное дело, покажет медицинская экспертиза. А Влада ждет еще несколько недель лечения и реабилитации. Андрей Хорошаев, Никита Богадов, телекомпания НИКТВ. Продлить на три года больничные по уходу за тяжелобольным ребенком предлагают оплачивать до его 18-летия. Соответствующий законопроект одобрило федеральное правительство. Напомню, что сейчас родителям гарантированы выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если тяжелобольному ребенку не более 15 лет. Теперь предлагается увеличить срок выплат в период лечения до совершеннолетия. Уход часто требуется не только ребенку до 15 лет, а ребенок и старший. Старший ребенок требует еще больше ухода, если он находится в тяжелом состоянии и может себя обслуживать. Новые технологии в открытом доступе. В Москве прошел международный форум открытой инновации. Наш регион, один из самых активных участников, на своем стенде представил наукоемкие кластеры. Чем удивляли калужане знания Татьяны Зимушина? Как тебя зовут? Девушка, давай, 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 давай. Самые современные, но не самые скромные технологии свободно разъезжают по залу в поисках новых знакомств. Случайные прогулки с гостями и вопросы на личные темы, фантазия болтливых роботов. Главная же их задача помочь сориентироваться во множестве павильонов и стендов. Такие машины уже используют в крупных магазинах. Искусственный интеллект, который еще недавно казался фантастикой, здесь выглядит вполне реалистично. Вот этот робот, например, по словам разработчиков, готов всегда поговорить на любые темы. Даже если ответа на вопрос не знает, все равно вступает в диалог. Скажи, ты знаешь, где находится Калужская область? Да, какая разница, где, ладно, я здесь, в том месте. Если бы робот мог прокатиться до соседней экспозиции, то узнал бы не только местоположение Калужской области, но и что в ней производят. Калуга в этом году представляет наукоемкие кластеры. Автомобилестроение, фармацевтика, биомедицина, авиационно-космические технологии. На стенде надежные автосигнализации, современные светильники, мощные, но употребляющие мало энергии. Рядом фонари разного спектра, специально для растений. Перспективно мы считаем, на самом деле, очень много проектов, которые у нас реализуются на данный момент в Калужской области. Это начиная от композитных материалов, заканчивая светодиодами, которые применяются уже не только по Калужской области, но и по всей России, а также поставляются на экспорт. Помимо уже окрепших предприятий, представлены проекты и молодых инноваторов. Экзоскелит, созданный студентами Обнинского института, вызывает неподдельный интерес и желание примерить. Но ощутить себя супергероем пока нельзя, предупреждает один из авторов. Проект недоработан. Сейчас здесь все по принципу, чем проще, тем надежнее. До монтажа электроники далеко. Когда сделаем медицинское, там будет совершенно по-другому. Он и выглядит абсолютно другая концепция. Мы только чертежи пока разрабатываем. Но могу же сказать, что сейчас он будет работать на сервоприводах, и у него будет очень тонкая электроника. И даже парализованный полностью человек, то есть здесь бы работал мозг, он сможет им управлять. Такую же цель поставил перед собой аспират МГУ Даниил Кирьянов. Управлять железной рукой лишь силой мысли. Не современная забава, а суровая необходимость, считает разработчик. С помощью такого нейротренажера люди, парализованные после инсульта, смогут заново научиться двигать руками. Можно разработать технологию, которая с помощью энцефалограммы отловит намерение человека привести в движение какой-то палец. Разработать тонкую моторику. Тогда система, поняв, что человек хочет двинуть, скажем, большим пальцем, за него приводит в движение этот палец. А мозг через сигналы обратной связи понимает, что этот палец пришел в движение. Мозг ловит связь между своим намерением подвигать этим пальцем и реальным движением этого пальца. И начинается постепенное восстановление коры. При вылечении внимания гостей участники форума стараются любыми средствами. От электромобилей и трансформеров до обычных спелых бананов. Способность продвигать и распространять инновации сейчас ключевой фактор конкурентоспособности, отметил Дмитрий Медведев. Он осмотрел выставку и заверил разработчиков, что на господдержку они смело могут рассчитывать. Инновационные проекты в России за минувшие 6 лет получили порядка 700 миллиардов рублей. И подобная практика будет продолжаться. Татьяна Зимушна, Валерий Грищенко, телекомпания НИКТВ, Москва. Империя в последней войне. В Москве открылась выставка картин Павла Рыженко. Среди них известны триптихи «Царская Голгофа» и «Русский век». Вдова художника Анастасия Рыженко привела экскурсию по работам мужа. Как смотрятся масштабные полотна в здании до Петровского времени, оценила Нану Кумилашвили. Работа нового выставочного центра в Москве начинается с экспозиции нашего земляка. Атмосфера времен «Царской Руси» в только что отреставрированном особняке 17 века гармонично продолжает тематику живописи Павла Рыженко. Вот посмотрите сзади. Вот снег идет, да? И снег превращается в черных воронов. Вот эти черные вороны, которые полетели по всей стране, до сих пор летают. И белый снег как будто нашего душа и душа тех, которые, наверное, не предали. То есть каждый здесь может находить свое. Небольшие залы с низкими сводами превращают зрителя в участника событий Первой мировой, которую многие считают трагической для России. Но автор никогда не смотрел на прошлое страны однозначно и пытался раскрыть разные стороны человеческих переживаний в переломные моменты истории. «Павел Рыженко был замечательным художником. Но помимо этого он был еще и замечательным гражданином. Это был человек с убеждениями, со своим мировоззрением, со своими четко сформировавшимися, вот так редкость в наши времена, представлениями о том, что есть добро, что есть зло. Я недавно побывал в Калуге и видел последнюю его работу, куда я всех хотел бы пригласить. Это диорама стояния на угре. Большое удивительное произведение, создаваемое им в последние месяцы. Анастасия Рыженко – вдова художника. Кому, как не ей, знать все тайные смыслы, зашифрованные в полотнах, и открывать их зрителю. Вести экскурсии по работам супруга, организовывать для них выставки и размещать в галереях. Задача, которая легла на ее плечи и превратилась в высокую миссию на всю дальнейшую жизнь. Сейчас идет разговор о галерее в Калуге, о доме Щепочкина, где в интерьерах такого дворца, усадьбы в виде дворца, картины будут, надеюсь, через год размещены уже в полном составе, в полном объеме. И я, невольно думая о галерее, представляю, что как раз, может быть, интерьер особняка и прекрасен для хранения и как бы вот такого постоянного местонахождения картин, потому что это живая история, и она должна, наверное, помещаться не в современной экспозиционной вот такой схеме, а скорее в интерьерах. Среди посетителей выставки есть и калужане. Павел Рыженко родился и вырос в их городе. В пейзажах, принадлежащих кисти знаменитого земляка, они узнают места, знакомые из детства. Если смотреть, наверное, на любую картину, то вот, ну как нужно не сказать, что это калужская земля. Мне кажется, это прекрасный такой сельский пейзаж калужский, который пронизан любовью к своей малой родине. Губернатором Калужской области Анатолиевичем Артамоновым принято решение и дом Щепочкина, который находится, входит в усадьбу полотняный завод, он сейчас будет ремонтироваться, и там будет создана галерея Павла Рыженко. Галерею возглавит его вдова Анастасия Юрьевна Рыженко. Выставка в зале Российского военно-исторического общества продлится до середины ноября, а в декабре переедет в более просторное по площади помещение Третьяковской галереи и будет дополнена еще несколькими масштабными полотнами. Нану Кумилашвили, Роман Митрошкин, телекомпания НИКТВ, Москва. Калужские студенты Щукинского училища познакомились с выпускным курсом Московского университета культуры и искусств. Первым шагом на пути к совместной работе стал дипломный спектакль гостей столицы «Брат Алеша» по мотивам Романа Достоевского «Братья Карамазовы». О зарождении новой дружбы в сюжете Андрея Ткачева. Передайте высылавшим, что мочалка своей чести не продает. Для студента Московского университета Артура Марченко, как и для его сокурсников, дипломный спектакль «Брат Алеша» – первая серьезная работа. Тем сложнее показывать ее на незнакомой сцене в чужом городе. Постановка по мотивам Достоевского «Братья Карамазовы» положила начало долгой дружбы между молодыми калужскими актерами и гостями из столицы. Совместное существование этих двух курсов, оно поневоле их потащит в такие стороны, которые они даже еще сами не знают и поневоле их обогатит. Разница в годах и опыте для студентов не преграда. И уже находятся положительные стороны сотрудничества. Так у москвичей появилась возможность попробовать себя на профессиональной сцене. Калужане же смогут вдоволь пообщаться с коллегами по цеху. Ведь раньше, по сути, делиться опытом было не с кем. Калужская группа всего одна. Все детали сотрудничества на предварительной пресс-конференции калужских и московских мэтров пока остаются в секрете. Но уже поставлены определенные задачи. Презент континент. Настоящая продолжительная. Вот оно настоящая продолжительность. А там, вот дальше если пойдет, может быть из этого что-то. Мы вот с Николаем Лаврентьевичем говорили о том, что возможно, допустим, у него есть возможность отвезти куда-то за границу, там куда, в Швейцарию, в Шведку, там еще куда. Можно сделать, может быть, может получиться какой-то совместный спектакль, который можно раз и куда-то туда отвезти. О том, что участники спектакля брата Алеша студенты, так сразу и не скажешь. Пьеса, созданная в 20 веке Виктором Розовым, требует максимального понимания драматических образов. Начать карьеру именно с нее выпускники тоже решили не случайно. В прошлом году режиссеру исполнилось бы сто лет. На первый взгляд темная атмосфера и проблемы героев не оставляют место позитивным мыслям. Но, как говорят сами актеры, все к лучшему. Несмотря на все какие-то происшествия, казалось бы, ну, не совсем хорошие, они ведут в итоге к светлому. Зритель должен в итоге выйти из зала и не что-то, ну, не с плохим настроением выйти, а выйти со светлым. Поэтому этот спектакль, добрый спектакль, несет добро. Ничего, ничего, конечно, ничего. Простите, Алеша, милый. Знаете, я вас до сих пор почти не уважала. Ну, то есть уважала, да на равной ноге. А теперь буду на высшей уважать. Калужский зритель к подобным поворотам оказался готов и достойно оценил работу гостей. Впечатления очень большие, очень сильная игра актеров, как мне кажется. Я даже не ожидала от студентов, выпускников такой сильной игры. Пока столичные актеры выступают, Калужский уже готовится к мастер-классам от московских педагогов. Все же итоги сотрудничества, видимо, станут понятными, как и в театре. Лишь к концу постановки. Андрей Ткачев, Алексей Пехов, телекомпания НИКО ТВ. Четыре медали в первый день чемпионата. В Липецке стартовал кубок ЦФО по плаванию на короткой воде. Мужская сборная области – фаворит в соревновании, но нас уже успели порадовать и девушки. Так, 13-летняя Екатерина Михайлова на дистанции 50 метров брасом уступила лишь мастеру спорта международного класса Екатерине Андреевой. Отставание в две десятых секунды юная представительница региона сможет ликвидировать в сегодняшнем финале. Еще одно серебро принесла Софья Гутник. Она стала второй на дистанции 200 метров бутерфляем. Третья серебряная медаль на счету Сергея Судакова. Не осталось нашей команды и без золота. Михаил Виковищев переиграл на 100-метровке бутерфляем своих более опытных соперников. День без воды проведут жители шести улиц Калуги. Сегодня водоканал проводит работы на сетях. Водоснабжение отключат в нескольких домах по улицам Поле Свободы, Билибино, Московской, Кружной, Литейной и Тельмана. Адреса вы видите на экране. Ремонтные работы планируется завершить в 20 часов. Ну а далее смотрите прогноз погоды. Всего доброго.